Теплотрасса, уложенная вот под этой дорогой в 1988 году, отмечает свое 33-летие, почти как Илья Муромец, шутят рабочие. Вскрытый асфальт демонстрируют возрастные пролежни, проржавевшие, местами истревшие. Эти трубы вряд ли выдержали бы еще один отопительный сезон. На данном участке происходит капитальный ремонт магистральной теплосети диаметром 500 мм, протяженностью общей трубы 1200 метров, стоимость данных работ порядка 51,5 млн. рублей. Работы начались в середине июля, будут закончены ближе к сентябрю. Точечные работы за 30-летнюю эксплуатацию теплотрассы, конечно, проводились. Но теперь все масштабнее, полная замена коммуникации на новое современное оборудование. Понятно, что дело это непростое, требует и времени, и средств. Но, как говорят подрядчики, будет на века. По окончании работ на этом участке Братиславской они обещают и восстановить дорожное полотно, и оборудовать тротуары. К 1 сентября будет, во-первых, открыт проезд для машин к школе, однозначно. И асфальт будет новый. Как видите, покрытие снято, покрытие будет уложено. Самое большое недовольство людей, конечно, вызывает отсутствие проезда. Улица перекрыта полностью, альтернативной дороги нет. Приходится, как выражаются водители, прыгать по бордюрам, нарушать, въезжая под кирпич, просачиваться через дворы. В общем, выкручиваться всеми мыслимыми и немыслимыми способами. К сожалению, это пока вынуждены и временные меры. Когда подрядчик ведет интенсивно восстановительные работы, то бишь производит капитальный ремонт, и в ближайшее время уложатся трубы, закроются лотками, будет сделано асфальтовое покрытие, и из дворов все уйдут. К сожалению, в данном случае иного способа отремонтировать участок теплотрассы на Братиславской нет. Но рабочие здесь буквально день и ночь, чтобы уложиться в срок и избавить местных жителей от проблем с отоплением. А автомобилистов просят немного подождать. Пару-тройку недель максимум. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».